Коллеги, добрый день еще раз всем. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Итак, ну что ж, давайте начинать. Значит, сегодня у нас с вами тема для разговора. Это Solibri. Что нового появилось в последних обновлениях? Что нового в продукте с версии 9.12.0 или на самом деле с декабря прошлого года? Итак, посмотрим, конечно же, для начала на небольшой наш план вебинара. Ну и на самом деле план вебинара глобально будет делиться у нас на две части. Вначале для тех, кто уже пользуется Solibri и хорошо его знает, я просто кратко расскажу, какие появились нововведения. И далее уже более подробно мы опустимся непосредственно до использования Solibri. Мы посмотрим, как эти нововведения выглядят на практике. Попробуем создать свою выгрузку физобъемов, найти какие-то ошибки и, соответственно, выгрузить отчет по этим ошибкам. Посмотрим, как будут влиять на него новые функции. Да, кстати, вот сейчас появился у меня чат. Наконец-то повезло, появился чат. И я теперь вижу ваши ответы. Вот вижу ответы Константина, Артура, Михаила, Владимира. Что слышно? Все отлично слышно, хорошо слышно. Спасибо вам большое за обратную связь. Но глобально мы пойдем по плану, который представлен у нас сейчас на слайде. Давайте отметим следующее, что вопросы на протяжении всего вебинара, они приветствуются. Чем больше их будет, тем интереснее. Соответственно, я постараюсь ответить на все. Если на какие-то вопросы у меня сразу не будет ответа, тогда я возьму паузу и отвечу вам уже лично по почте. Итак, что же нового у нас произошло в Solibri? На самом деле появилось два глобальных изменения. Первое – это небольшие доработки в классификаторе. Соответственно, появилась возможность разделения классификатора по древовидной структуре, как у нас это есть в дереве Nevis, как это есть в стандартном дереве Solibri. Итак, теперь мы классификатор можем иметь представление наших пакетов. И, соответственно, в классификаторе есть возможность представления с разбитием по уровням и по компонентам. И очень много приятных и полезных нововведений появилось у нас в части выгрузок физобъемов. Теперь у нас весь список всех выгрузок физобъемов наконец-то отсортирован от А до Я, и больше нет рисков того, что мы запутаемся с их использованием. А теперь, когда мы выгружаем таблицу с физобъемами, то есть таблицу FO в формат Excel, если там слишком много символов, они не объединяются в фразу из серии «позиция А», «позиция Б» и другие, что на самом деле очень мешало, когда мы создаем различные отчеты. И теперь появилось у нас две приятных кнопки. Это выгрузить отчеты по всем выгрузкам, которые есть в модели, сразу, чтобы не прощелкивать каждую по отдельности. И появилась возможность выгружать сразу по всем на основе шаблона и некоторые, так скажем, косметические нюансы с точки зрения создания отчета по замечаниям из выгрузок физобъемов. Также среди других нововведений у нас появилась возможность поиска по таким символам, как звездочка и вопросик. То есть, если раньше звездочка обозначала навсегда при любом поисковом запросе в Solibri или будь то даже Nevis, а любое количество любых символов. Теперь, если мы хотим найти звездочку непосредственно в имени какого-то свойства, то мы можем просто перед ней поставить слэш, вот обратный слэш и написать дальше звездочку. И мы будем искать именно символ звездочку, а не команду. Далее у нас появилось несколько еще косметических приятных новостей с точки зрения кэширования информации в Solibri. Если кто-то им много и часто пользовался, они знают, что порой некоторые изображения из памяти Solibri исчезали. Да, их приходилось перезагружать. Теперь этой проблемы нет. Есть отдельная функция в меню, которую я покажу чуть позже, которая позволяет нам хранить все изображения внутри кэшированной памяти, внутри самой нашей модели. Так как у нас сейчас появился чат, такой вот небольшой вопрос к чату. Для начала, те, кто меня слушает сейчас, подскажите, кто на текущий момент используется Libri. Напишите, что вы его используете. Кто не использует и планирует только сейчас на чате использовать, тоже напишите, что вы планируете только на чате. Планируем. Планируем. Вот увидел один ответ. Планируем. Давайте подождем еще буквально 10-15 секунд, если вдруг кто-то нам ответит, используете ли. Вы с Libri. Вот Артур ответил, что используем. Хороший инструмент проверки, но считаем, что мало знаем о нем. Вижу вопрос про формат LandXML. От Эльвиры, к сожалению, с Libri работает только с форматами IFC. Единственный нюанс, который есть, это то, что вы можете подгрузить, допустим, PDF или чертеж как подложку в вашу модель. И XML как модель загрузить будет нельзя. LandXML точнее. На самом деле, этот формат я слышу впервые. Тебе помечу, потом поподробнее про него прочитаю. Так, хорошо. То есть я вижу, что большинство планирует начать использовать с Libri. Есть те, кто уже его использует, но хотят узнать о нем чуть-чуть больше. Спасибо за эту обратную связь. Но мы тогда с вами продолжим. Ну и я буду понемногу стараться строить свой рассказ, так как большинство из вас начинает только использовать или использовать не в полном объеме, то с каких-то основных моментов в том числе. Соответственно, следующий мой вопрос был, кто использует BCF для передачи замечаний в Solibri. Он явно уже не так актуален, но тем не менее, если вдруг кто-то из чата или кто-то из слушателей использует BCF в качестве формата для передачи замечаний, напишите мне, есть несколько интересных полезных функций в Solibri, которые появились, также новые. Я вам тогда отдельно направлю справку, что нового и хорошего появилось в этой части. Итак, перейдем к нашим исходным данным, то, что использовать буду сегодня я. Сегодня я буду использовать Solibri последней версии на текущий момент, это 9.12.5. И скачать этот Solibri можно с официального сайта, если у вас, соответственно, есть лицензия. Если лицензии нет, то можно скачать реальную версию по ссылочке, то есть отсканируете QR-код и попадете на сайт, где вы сможете скачать Solibri. И, соответственно, бесплатный Solibri NW вы также сможете найти по ссылочке ниже. Увидел два комментария про BCF и про информацию по ним. Спасибо за обратную связь. Также, соответственно, с вами я свяжусь лично. Вот. Итак, что у нас здесь есть, получается? Доступ к официальному сайту, да, где можно скачать продукт. Если его лицензии пока нет, реальная версия. Для тех, кто только планирует начать использовать, я говорю об ограничениях в реальной версии. Они в том, что всего, во-первых, 30 дней, а во-вторых, все модели, которые вы делали в реальной версии, открыть сможете также только вы. Они привязываются непосредственно к пользователю, с которого были сохранены. Также я сюда приложил две ссылочки на небольшую инструкцию. У кого возникнут сложности с активацией и установкой, инструкция по активации находится здесь. Инструкция по установке здесь выглядит от следующим образом. Они находятся сейчас в свободном доступе, и вот вы сможете их скачать. Ну и, наконец, ссылочка на бесплатный просмотрщик. Что-то вроде, если кто-то пользуется Navisworks, Navisworks Freedom, только в мире Solibri. Это Solibri Anywhere. Его также можно найти на официальном сайте. Теперь, когда мы разобрались, с каким софтом мы будем пользоваться, переходим дальше. Переходим дальше, и это как раз в продолжении ответа на вопросы про форматы. Я напоминаю, или тем, кто еще не знает, рассказываю, что Solibri работает у нас в основном именно с форматом IFC, то есть с международным форматом OpenBIM, который у нас на самом деле сегодня достаточно популярен. Кроме него, в Solibri, допустим, можно загрузить как подложку, да, как какой-то чертеж. Например, формата DWG или PDF это можно сделать, но использовать их никак не получится, разве что как вот картинку где-то под зданием вашей модели, чтобы что-то сравнить или, опять же, что-то проверить. А Solibri у нас чаще всего используется как раз либо для контроля информации в модели, либо для проверки на коллизии, либо для организации взаимосвязей между участниками нашего проекта. IFC на сегодняшний день можно выгрузить практически из любого программного комплекса, будь то Revit, будь то Archicad, будь то Tecla или Advanced Steel или Civil. После того, как мы с вами получаем файлы IFC, дальше загружаем их в Solibri и работаем с ними. Выгрузить информацию из Solibri обратно для пользователей есть несколько путей. Мы сегодня с вами посмотрим на самый базовый. Это способ через Excel и основные нововведения с точки зрения выгрузки физобъемов коснулись именно Excel. Далее, безусловно, есть способ передачи информации через бесплатный просмотрщик. Ну и, наконец, третий – это формат BCF, про который недавно я вас спрашивал. Это некий такой дополнительный формат, с помощью которого вы можете связать Solibri с программным комплексом, в котором разрабатывалась модель, то есть передать информацию о положении вашей камеры, краткое описание коллизии, ее статус, время, до которого она должна быть исправлена, ответственную, некоторую текстовую информацию и, в общем-то, картинку, чтобы было видно нужной для исправления компоненты. Ну и, на самом деле, достаточно слов. Давайте перейдем к практической части и уже непосредственно посмотрим на все нововведения, которые у нас есть в продукте. Первое, что мы, конечно же, сделаем, мы откроем с вами Solibri. Solibri открываем, и здесь я подготовил две небольших модельки архитектуры и конструкции для примера сегодняшних выгрузок. Загружаем их. Говорим, что конструкция — это конструкция. И получается у нас с вами вот такая вот сводная модель. Почему сводная? Потому что она объединяет в себе сейчас две — это архитектура и это конструктив. Так, модели загрузили, и дальше давайте отправимся с вами сразу же на новую вкладочку, которую сейчас с вами сделаем. Нам с вами потребуется сегодня в основном — это выгрузки физобъемов. Поэтому создаем новую вкладку, назовем ее «Физобъемы». Или «Кутево» просто назовем на английском языке, потому что физобъемы у меня уже есть. Вот. И сюда мы добавим 3D-изображение, конечно, нашей модели, и, конечно же, выгрузку FOO. Вот она. Закрепим ее слева для удобства и начнем от сложного, точнее, от простого к сложному. Начнем от простого к сложному. Первое, что мы сделаем, это создадим достаточно такую простенькую выгрузку по, давайте, по площади окон. То есть посчитаем суммарную площадь окон, назовем ее «Окна». Выберем то, что мы хотим, выгрузить только окно. И скажем, что мы хотим получить площадь. Выгрузить все. И вот все окна перед нами с вами, все их площади разбиты по, соответственно, типам компонентов. Что здесь можно изменять на текущий момент? Можно изменять сортировку, можно измерять группировку в любом удобном вам формате. Например, вы бы хотели посчитать суммарную площадь всех окон. Тогда просто убираем группировку на этом столбце, нажимаем «Ок», выгрузить все, и получаем суммарную площадь всех окон. Или давайте вернем ее, потому что мне кажется, что удобнее считать каждый отдельный тип. Аналогичным образом можно было бы выгрузить, допустим, весь объем бетона всех стен. Давайте это попробуем сделать. Назовем бетон. И скажем, что все стены сюда должны у нас попасть. Соответственно, здесь тогда уже мы с вами добавим объем. Окей, выгрузить все. И мы увидим здесь с вами весь наш бетон, разбитый так или иначе по типам. Видим, что у нас достаточно много типов разных панелей. Ну и, наконец, в конце попадают у нас также сюда архитектурные стены типа кирпич. Или, например, фундаментная часть, которая также замоделирована стенами. Всю эту информацию мы можем достаточно быстро с вами проанализировать, посмотреть и, соответственно, понять, что с ней дальше и как делать. Это вот такое небольшое отступление в сторону физобъемов. Давайте посмотрим на вопросы. Автодеск инвентар не знает формата IFC, как в этом случае передавать оборудование, например. Ну, как правило, в инвентаре у нас модель целиком не часто разрабатывается. Чаще всего модели инвентара, допустим, используются для создания семейства уже в самом Revit. Когда в Revit вы создаете семейство с помощью геометрии инвентара, потом просто оно также выгрузится, например, в формат IFC. Но если продукт не выгружает формат IFC напрямую, то, значит, напрямую открыть или добавить его в сводную модель, к сожалению, никак не получится. В случае с инвентаром предполагается, что его оборудование нужно будет передать в какой-то программный комплекс, где модель разрабатывается. Как считается площадь окна? Это площадь поверхности элемента. Соответственно, площадь окна считается двумя способами. Одна – это действительно площадь поверхности компания элемента. Вторая площадь – это та, которую занес проектировщик на основе, соответственно, своих мыслей. То есть он знает, что, допустим, площадь окна у него должна считаться вот там отсюда досюда, да, и вот эта вот ширина. В данном случае, да, чтобы без учета она попала вот каких-то закладных деталей, которые есть снизу. Так он ее и считает, и, соответственно, этот параметр он заносит у себя в программе, и мы его увидим так, как он его занес. В данном случае вот тут он будет находиться, вот он называется площадь и 362. Второй же, который считается автоматически, это просто площадь поверхности элемента с фронтальной проекцией. Делить на 2 не нужно. Делить на 2 точно не нужно. Единственное, что бывает нужно, когда мы говорим про площадь окон, это внести коэффициент площадной для их, для получения физобъема. Вот как внести коэффициент чуть-чуть попозже, я покажу. Так, на вопросы ответил. Так, идем дальше. Так, на остальные чуть-чуть попозже отвечу. Сейчас хочу показать как раз те нововведения, которые у нас появились. В одной из последних версий, возможно, не тех, которые последних двух месяцев, появилась кнопка «Выгрузить по всем». Это очень удобная кнопка, когда мы говорим, что мы хотим сделать выгрузку не только по текущей таблице, которую сделали, допустим, отдельно бетон или отдельно окна, а выгружаем по всем загруженным в проект выгрузкам. Когда это удобно? Когда мы хотим передать наш проект Salibri кому-то, например, у кого бесплатная версия продукта, тогда, соответственно, он не сможет самостоятельно выгрузить, но если мы выгрузим по всему, он сможет это сделать. Также выгрузка физобъемов часто используется для проверки модели, то есть для проверки информационной составляющей модели, например, заполненности свойств. И в таком случае у вас будет база знаний некая, которая будет содержать в себе 5-10 выгрузок самых разных. И если вы загружаете их в новый проект, удобнее всего вначале выгрузить по всем. Маленькая приятная кнопка, которая появилась, возможно, конечно, не последних пару месяцев, но не так уж и давно. Далее, что появилось у нас с точки зрения проверки свойств. Чтобы это показать, давайте проверим заполненность какого-нибудь свойства. Выберем, допустим, элемент какой-нибудь и найдем несколько заранее подготовленных мной свойств. Они называются PSS PROPETY звездочка 1 и 2. Соответственно, у тех, которые PSS PROP 1, должно быть вначале везде написано KG, по моему разумению. Дальше нижнее подчеркивание. Тип компонента, DEFICE и тип панели, если такое имеется. Дальше PROP это просто тип элемента. Ну и, наконец, вот это, это его шифр. Мы сейчас с вами соберем небольшую выгрузку, которая будет нам позволять проверить, так ли занесена эта информация. И если она занесена не так, то чуть-чуть позже мы посмотрим, как можно оформить замечание по ней. Создаем новую выгрузку, назовем ее свойства. Вот, скажем, что в эту выгрузку у нас должны попасть, допустим, только компоненты модели KG, потому что только в KG я задавал их. Поэтому выберем модель KG. Модель и, соответственно, KG. Конструкции, точнее. Вот, сразу же исключим то, что нам не нужно, а именно помещение и проемы. Вот, и мы увидим всю нашу с вами модель KG. А далее нам нужно добавить свойства, про которые я только что говорил. Поэтому давайте найдем их и добавим. Так, это у нас были данные. И, соответственно, проб 1. Новый столбец данные. И проб 2. Ну и, наконец, новый столбец данные. Три столбца, три раза мы должны это повторить. Окей. Нажимаем выгрузить все. И вот модель у нас разделилась на следующие группы. Она у нас разделилась на группы на основе вот этого столбца PSS Property One, потому что я так ей сказал разделиться. Но обратите внимание на следующее. Первый нюанс, это касательно нововведений, да, то есть мы помним, что у нас с вами появилась возможность использовать звездочку и вопросик как символ. И здесь вы можете увидеть следующее, что так как у нас называлось свойство PSS Property Звездочка, то из-за того, что здесь звездочка, у нас с вами объединились все значения из всех трех вот этих столбцов. То есть у нас вот этот столбец включает в себя это плюс это плюс это. Почему так? Потому что звездочка изначально предполагает любое количество любых символов, а значит, что здесь может быть как единичка, так двоечка, так и ничего, так и звездочка. Для того, чтобы сделать это свойство отдельным, мы должны вот здесь с вами написать слэш. Единственное, я не помню, обратный или прямой. Давайте попробуем вот так. И видим, что вот написав слэш, видим, что теперь у нас появилась корректная информация. Это первое нововведение, которое у нас появилось из таких внутренних. Значит, идем дальше. Дальше мы с вами видим, что здесь у нас есть некоторые параметры, заполненные неправильно. Как я это понимаю? Ну, давайте вот так сделаем, чтобы было проще. И посмотрим, что большинство у нас заполнено КЖ, то есть дисциплина. Дальше нижнее подчеркивание тип компонента, дефис, тип панели. То есть вот это заполнено правильно, а вот это, вот это, вот это, вот это. И, наконец, вот это у нас ошибки. То есть вот у этих компонентов свойства заполнены не так, как мы с вами хотели. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем с вами сделать следующее. Так, единственное, я случайно нажал не туда. Давайте выделим их еще раз. Вот они, наши элементики. Нажимаем равно. Выгрузить по выбранным. И мы можем оставить только их. Да, только их мы оставили. А дальше мы можем с вами выдать замечание к этим компонентам. На самом деле, очень быстро и просто. Переходим на коммуникации и говорим, что из результатов нашей выгрузки мы хотим увидеть ошибки. Ошибки. Дальше выбираем, что из этого будет названием, что у нас будет описанием, связать ли компоненты с замечанием и нужно ли зумирование. Единственное, что здесь из-за дополнительных возможностей есть, это сделать такую накопительную систему. То есть, каждое следующее замечание будет включать в себя все предыдущие. Бывает, достаточно редко удобно, поэтому сейчас не будем ей пользоваться. Нажали, и у нас появился вот такой вот отчет, где будут выделены один компонент. Примечания, какие могут быть здесь. То, что у нас есть идентификатор компонента, с помощью которого мы можем найти его в модели Revit. То есть, он автоматически сгенерировался. И для каждого отдельного компонента у нас зумировалось изображение, и Solibri нам создал одно замечание. Видим, что если название пустое, то значит, соответственно, параметр вообще пустой, и требуется внимание. Так, посмотрим вопросы. Вопросы, есть ли в автомате, есть поверхность внутренняя и внешняя. Да, внутренняя и внешняя поверхность есть. Если вот такие вот сложные какие-то нужны расчеты, то чаще всего информация о том, какая площадь вам нужна, будет занесена уже заранее проектировщиком. То есть, Solibri позволяет нам снять сухогеометрическую информацию, типа ширины, длины, высоты. А если нужна какая-то информация, которая вот внутренняя поверхность, внешняя, может быть, это будет какая-то длина соединительной детали, длина отвода, тройника и так далее, то, соответственно, эта информация нужна была и проектировщику, и значит, что в модели должно быть свойство, в котором заполнена эта информация. То есть, если эта информация была заполнена в программе, в которой разрабатывалась модель, то в Solibri мы ее тоже увидим. Если этой информации нет, то, соответственно, это ошибка, и это надо дозаполнить. То, что это ошибка, как это вычислить, я только что показал. Один из способов – это с помощью вот такой вот таблицы. Так, это просто к слову, потому что я увидел вопрос. Ну и, наконец, переходим дальше. Дальше у нас с вами появилось следующее. Мы с вами можем создавать отчеты. Мы можем создавать отчеты теперь не по одной штуке, а все сразу. Вот появилось две новых кнопочки. Это, они вот видно, даже еще не переведены, но в следующей уже версии Solibri будут переведены. Тем не менее, здесь мы можем создать просто стандартный отчет по текущей выгрузке. То есть мы увидим вот эту таблицу. Почему мы увидим? Давайте попробуем это сделать, как всегда, на рабочий стол. И мы увидим вот нашу таблицу. Так, единственное, вопрос назад удвинуть сейчас. Это подбор ширины столбца. Нашу таблицу в Excel, что говорит нам о том, что любая таблица и любая практически информация из Solibri очень легко, просто и удобно перетекает у нас с вами в Excel. Вот. Второй вариант. Это мы можем создать отчет по всем сразу выгрузкам. То есть у нас сейчас три выгрузки. Давайте попробуем сохранить отчет. И, конечно же, также на рабочий стол. Единственное, что надо вот этот Excel закрыть. Подождем некоторое время. Видим, что вот два создалось. И, соответственно, так. Бетон почему-то пропал. Давайте еще раз попробуем. Так, закроем Excel, чтобы не запутать Solibri. И на рабочий стол сохранить. Да. Ага. Вот, отлично создалось как раз. И мы с вами видим, что. Мы видим, что теперь у нас в новой выгрузке три вкладочки по каждой из выгрузок. То есть вот так вот они у нас сгруппировались. Ну и, наконец, у нас появилась такая же возможность, да, для выгрузки наших физобъемов с шаблоном и без шаблона. Что такое шаблон? Давайте посмотрим на примере, допустим, площадей окон. То есть когда мы только что с вами выгрузили площадь окон, мы с вами увидели, что вот у нас есть некоторое число, цвет, ну и так далее. Давайте посмотрим, как работает шаблон, так сказать, краткий обзор. Выберем Current TTO. И вот здесь есть стандартные шаблоны. Они вместе с продуктом к вам попадают в папочку, вот которая сейчас видна на экране. И на самом деле в этой папке вся информация, которая устанавливается вместе с продуктом. Там вы найдете стандартные файлы IFC для тестов, вы найдете там шаблоны выгрузок физобъемов, шаблоны отчетов по компонентам, шаблоны стандартных правил и так далее. Вот. Но нас сейчас волнует самый простой вариант. Это Area Calculation. Вот. И нажимаем «Изменить». Давайте посмотрим, что он в себе содержит. Он у нас в себе содержит следующую информацию. Это название нашего отчета и некоторые позиции того, что и куда выгрузить. Работает это на самом деле достаточно просто. Все, что нам необходимо сделать, это вот в фигурных скобочках написать, какое свойство мы хотим здесь увидеть. Допустим, здесь я хочу увидеть компонент. Вот это вот я вообще не хочу видеть. Или вместо него давайте сделаем тип. Вот. тип. Здесь, соответственно, площадь. Вот. А Bottom Area нам не нужно. Нам Bottom Area не нужно. Давайте сделаем площадь, скажем, умноженная на 0.9. С коэффициентом 0.9. Вот. И здесь сделаем вот так. Равно. Вот это умножить на 0.9. Вот. Ну, сейчас значение, конечно, не сработает, но, тем не менее, потом оно сработает. Вот. И напишем вот здесь, что это у нас будет сумма. Ну, вот. А здесь сделаем вот так. Равно. Тум. Вот. И сделаем вот так. Соответственно, ой. Заполнили вот такую не самую сложную табличку. Давайте назовем это сцепка. Вот. И сюда можно добавлять, допустим, любые изображения. Много вариантов всего есть, но мы сейчас остановимся вот на таком несложном, простом. Сохраняем. Вот. И сохраняем отчет. На рабочий стол назовем его окна. Ждем, пока он создастся. Так, вот он создался. Открываем. Что мы с вами здесь увидим? Сверху мы увидим сумму. Да? То есть сумму по всем позициям. Видим, что я откопировал неудачно. Надо было вот в эту ячейку написать сумму. Но, тем не менее, главное, что она считается. Дальше. Площадь с коэффициентом 0,9. Просто площадь. И то, что мы писали с вами. Единственное, вот тут мы не дописали компонент должен был быть. Да? Компонент, тип, площадь. Сюда можно было бы добавить вашу собственную картинку. Здесь, соответственно, вы можете написать любые удобные вам формулы, вплоть до макросов. Вот. Ну и последнее, что мне хотелось бы сделать, это, конечно, сделать отчет по найденным все-таки нами ошибкам в Солибри. То есть мы вернемся к нашей презентации. И давайте также посмотрим, как создастся ли у нас отчет по ошибкам. Отчет по колибрии. Давайте по ошибкам просто. Не будем использовать слово. На рабочий стол. Сохранить как. И смотрим, что у нас получится. Вот так будет выглядеть наш отчет. В данном случае уже по заранее подготовленному шаблону для вывода замечаний. Мы увидим здесь высококачественное изображение. То есть его можно будет увеличить, и его все еще будет видно. Далее мы увидим с вами описание, автоматически сгенерированное с кодом элемента. Ну и, наконец, описание и имя из столбцов выгрузки физобъемов, которые мы с вами выбрали. Вот такие вот появились новые приятные вещи с точки зрения физобъемов. То есть теперь они отсортированы. Вы можете увидеть, что они все, несмотря на то, в какой последовательности мы их создавали, теперь будут по алфавиту. Мы можем их выгружать так, как нам удобно, использовать звездочку. И в целом, соответственно, они стали гораздо удобнее даже с точки зрения создания отчета. Так, теперь, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, то сейчас у нас, можно сказать, начинается рубрика «Ответы на вопросы». Если текущих вопросов пока никаких нет, то я вернусь к нашей презентации, и мы будем плавно подходить к концу. Давайте подожду несколько секунд. Так, буквально еще пару секунд подождем. Может, у кого-то появится какой-то вопрос. Вопросов пока я не вижу. Тогда давайте вернемся к презентации. И, соответственно, увидел фразу «BCF». Но, предполагаю, что это не совсем вопрос. Вы писали, что вам это будет интересно. Я попозже отдельно отправлю. Вот. Тогда вернемся к нашей презентации. И, соответственно, закончить сегодняшний вебинар. Вебинар мне бы хотелось с некоторыми ответами на популярные такие недосказанности, скажем так. То есть то, что часто вызывает сложности и проблемы. Во-первых, какие виды Solibri бывают на просторах интернета, вы можете сегодня встретить три. Это бесплатная версия Solibri Anywhere, позволяет вам посмотреть все, что сделано в модели, но ничего и сделать. И дальше две платных версии – Solibri Site и Solibri Office. Solibri Site – это урезанная версия Solibri Office, у которой отсутствуют инструменты создания правил проверки модели и проверки самой модели. Но присутствуют все инструменты выгрузки физобъемов. Ну а Solibri Office – это полноценная версия продукта, которая включает в себя три основных направления. Это выгрузка физобъемов, это проверка модели на коллизии и организация процесса взаимодействия между участниками проекта. Здесь сейчас отмечены галочками некоторые полезные вещи, которые, соответственно, позволяет или не позволяет тот или иной продукт. И вообще, касательно презентации, вы сможете ее скачать в неизменяемом формате под видео на YouTube, которое будет на нашем канале, соответственно, Петростройсистема. Так, и, наконец, следующее – это у нас касательно стоимости продукта. На текущий момент у нас можно купить два варианта продукта. Первый – это постоянная лицензия, которая останется с вами навсегда. Постоянная лицензия будет стоить 6 240 евро или на текущий момент примерно 550 тысяч рублей. И годовая лицензия стоит примерно 1870 евро, даже не примерно, а точно 1870 евро, что примерно 165 тысяч рублей на сегодняшний день. Для участников вебинара у нас есть скидка. На постоянную лицензию мы можем дать скидку до 10% и на годовую до 5%, если вы были непосредственно участником онлайн-вебинара, а, конечно, не просто посмотрели видео в записи. На этом все, что я хотел вам рассказать сегодня, подходит к концу. Я благодарю вас за внимание. Если, опять же, остались какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас. Если они появятся в будущем, вы можете писать мне на почту или звонить по телефону, который сейчас показан у вас на экране. Я буду рад вам помочь, подсказать по солибре все, что знаю. Спасибо за внимание, коллеги, и всем хорошего дня!